Неожиданная история произошла с одним влюбленным жителем Индонезии по имени Мух. Он обнаружил, что его возлюбленная на самом деле является мужчиной только после того, как они сыграли свадьбу. 31-летний житель Индонезии познакомился в соцсетях с девушкой по имени Мита. Они начали переписываться, и мужчине показалось, что они действительно понимают друг друга. Мух влюбился, и спустя некоторое время после виртуального знакомства он предложил Мите выйти за него замуж, так ни разу и не встретившись в реальной жизни. Предложение было немедленно принято. Родители жениха по традиции доставили в дом Миты солидный по местным меркам выкуп за невесту – 20 миллионов рупий. В назначенный срок невеста приехала в Никабе, закрывающем все ее тело, кроме глаз. Никто и не подумал, что это выглядит подозрительно, поскольку этот наряд был традиционным для невесты. Пара поженилась в Управлении по делам религии в районе Кидири 2 июня 2020 года. На их свадьбе находились религиозные лидеры со всего региона и сочли 25-летнюю Миту очень милой. После официальной церемонии пара удалилась для первой брачной ночи, однако новоиспеченная жена не разделила энтузиазма супруга и отказала ему в близости. Мух не особенно расстроился, полагая, что у девушки это впервые и она просто испугалась. На следующую ночь Мух вновь заговорил с ней по поводу супружеских обязанностей и снова услышал отказ. При этом Мита попросила развода и ушла из дома. Мух, пытаясь вернуть жену, начал наводить справки и, разыскав ее адрес, выяснил, что на самом деле там зарегистрирован мужчина. Чувствуя себя обманутым человеком, он рассказал своей семье правду, а также уведомил полицию об обмане Миты. Полиция быстро нашла и арестовала 25-летнюю мошенницу Миту, а точнее парня по имени Ади. Брак Мух и Миты, продлившийся трое суток, побил рекорд самого короткого союза, когда-либо зарегистрированного в индонезийском регионе Западный Ламбок. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и в скором времени вы узнаете новые истории.